Девушки отдыхают Большинство медийных деятелей Нурмагомедов просто зарабатывает деньги, не нужно его идеализировать, тем более с учетом всех этих высказываний, которые крайне лицемерные. Подробнее опять-таки смотрите в моем предыдущем видео, и с момента публикации этого ролика очень много интересной информации появилось, как касательно самого Хабиба, так и происходящее в Дагестане в целом. Например, стало известно, что один из участников теракта был сыном главы региона, которого батя в свое время даже отмазал. Ну и также появилась новость о том, что в зале Хабиба проводят обыски. В ходе в здание школы стоят около двух десятков вооруженных сотрудников камуфляжа и спецтехника. Предварительно там могут проходить оперативные мероприятия по делу о теракте в Дагестане. Один из боевиков, Гаджимурат Кахиров, был воспитанником этой школы и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова. Вчера вечером заключили под стражу шестого члена группировки религиозных фанатиков, которые атаковали церкви и синагоги, расстреляли полицейских и убили священника 23 июня в Махачкале и Дербенте. Предварительно это младший брат Гаджимурата. Он мог быть одним из тех, кто напал на христиан и иудеев в Дербенте, но в последний момент не приехал в точку сбора террористов. А я напомню вам, что Хабиб прямо не признавался в том, что один из террористов был воспитанником его школы. Вернее говоря, он сказал как-то размазанно, сказал, ну пару тренировок провел у нас, но воспитанником школы никакой не является. Обидно, что вот эти все моменты приписывают определенному спорту или определенному залу, да, так скажем, заходить в монастырь и убивать человека только за то, что он исповедует другую религию. Разве это нужно какое-то осуждение? Когда волна общественного порицания достигла пика, Нурмагомедов дал свой комментарий. Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время. И это время даже полгода не прошло, приводит видеоагентство Раптли слово спортсмена. Ну и учитывая всю эту ситуацию и какой хейт свалился на самого Нурмагомедова, есть очень большая вероятность, что зал его закроют. И в принципе, есть вероятность, что вообще на него свалят очень много обвинений, очень много хейта будет в его адрес. Да и в медийном плане Хабиба очень сильно придавит. Давайте выстроим логическую цепочку. Главу Дагестана маловероятно, что закроют, я практически в этом уверен. Максимум отстранят или поместят под домашний арест. А виновные по-любому нужны, по-любому нужно вкинуть что-то общественность, чтобы народ успокоился. Да, там они задержали некоторых других членов группировки и возможно еще кого-то найдут. И в принципе им нужно сделать такую вот красивую картинку. Мол, правосудие восторжествовало, все кто участвовал в теракте убиты. А нужно, чтобы кто-то давал показания и сознавался всодеянным. Ну и как в случае с Крокус Сити, во всем будет виновата Украина или на худой конец США. Про ИГИЛ пропаганда боится говорить. Перевернут они все там в том зале, даже если ничего не найдут, но все равно скажут, что нашли. И будет какой-то бедный мальчуган плакать на камеру и сознаваться всодеянным. Вряд ли самому Хабибу выставят какие-то обвинения, но репутацию это подпортит конкретно. И обидно тут даже не за самого Хабиба. Уже давно понятно, что это за персонаж. А обидно за его покойного отца, который не был замечен в каких-то плохих делах и воспитал множество чемпионов. Но теперь на его зале будет поставлено клеймо. Тут тренировался террорист. И думаю, что покойный отец Хабиба явно не такого хотел. Как и ожидалось, самому Хабибу плевать на происходящее. После поста, который никакой конкретной позиции не демонстрировал, Бип постит рекламу энергетиков и постит в сторис вещи, которые никак с этим всем не связаны. У него на родине расстреляли кучу людей, причем недалеко от его дома, как он сам и сказал. Конечно, сам обыск в зале Нурмагомедов должен прокомментировать, но пока комментариев нет. Посмотрим, что будет дальше. Под моим прошлым видео было очень много негативных комментариев касательно того, что якобы я плохо отношусь к исламу и к мусульманам. Но, друзья, я ничего плохого ни про какую религию на этом канале никогда не говорил. И делать этого не собираюсь. Мне все равно какой человек веры, лишь бы себя адекватно вел и отвечал за свои слова. Но почему-то медийное пространство в последнее время переполнено разного рода индивидами, которые говорят за честность и достоинство и причисляют себя к мусульманам. И тут же делают вещи, которые никогда бы в жизни верующий мусульманин не сделал. К тому пример все эти Ильясы Якубовой, Черчаевы, Чимаевы и прочая нечисть. Теперь все по постоянному делу, да, я допустил ошибку большую. Сначала ошибка учится, жизнь это опыт. Ошибки дают большой опыт. Сначала больше такого не будет. Парень, парень, ты хороший, Ильяс, атакуешься, я ухожу, атакуешься. Док, атакуешься, атакуешься. Никто не сомневался. Ты стоял и говорил, что я не приехал. А ты приехал. Я приехал. А ты красавчик. Пускай сейчас выйти. Давай, шапал, ты здесь. Ты красавчик, шапал, да. Я вырос в Чечне и родился в Чечне. Я здесь. Давай, перс, идите. И прочий сброд, который многие считают своими братьями. И из-за этого их и защищают. Это какой-то слепой фанатизм. Делают вещи, которые недопустимы для верующего человека, а недалекие их до сих пор поддерживают. Это стыдоба какая-то. Вам самим не стыдно за свои действия? И вам самим не стыдно, что вы стали такими вот фанатиками? Это же простой принцип. Не сотвори себе кумира, а вы сотворили Хабиба и идеализируете его. Эй, ты Хабиба не трогай, а то придем к тебе с братьями и сделаем твоей жопой жах-жах. Адекватные люди, независимо от того, являются они мусульманами, христианами, буддистами или иудеями, всегда смотрят в первую очередь, какой человек, что он говорит и делает, как ведет себя на публике и так далее. А тут просто хейт из-за того, что посмел раскритиковать их брата, которому плевать на них всех. Хотя, вся критика по факту. Хабиб переобулся, Хабиб виляет жопой. Хабиб не высказывается прямо про вещи, которые ему невыгодны, как война в Украине, например. А высказывается про Палестину, ну и куча других моментов, которые мною бы показаны в том видео. Собственно, можете его посмотреть, если этого не сделали. А на этом я вынужден попрощаться с вами. Ставь этому ролику свой огромный вентилятор. Друзья, кто не лайкнет, тот или асякова. Так что, не лайкайте. И не забывай писать, что думаешь обо всем этом. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok